Привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, это значит, что я еду на рынок за продуктами на всю неделю. Вы знаете, что у меня особое отношение к пище, потому что я хочу прожить долгую, счастливую, а главное, качественную жизнь с минимальным набором болезней. И основа всего – питание и образ жизни. Еще Великий Павлов говорил, если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то и высокомерное невнимание к еде есть неблагоразумие. И истина здесь, как и всюду, лежит в середине. Не увлекайся, но оказывай должное внимание. Приехав домой, у меня не оказалось готовой пищи, и я решил приготовить обед из того, что у меня было. В кипящую в сковороде воду я добавил купленные на рынке емди, базилик, кинзу. Также добавил пророщенный маш, который беру на койлюке у корейцев. А вы знаете, что корейская кухня традиционно – одна из самых полезных кухонь мира. Позже добавил сыр тофу домашнего приготовления, который я заранее нарезал кубиками. И все это варил буквально 5 минут. Далее я слил воду, распределил зелень в одну сковороды. Заметьте, что сковорода у меня сухая, никакого масла. И добавил яйца. С одной стороны есть желтки. Я желтки не ем. Вы помните, в одном желтке содержится суточ норма холестерина, а я строго слежу за своим липидным профилем из-за высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. С моей стороны в основном белки. Вот такая красота у меня получилась. Добавил еще семена тыквы, помидорку. Полил все оливковым маслом и кусочек ферментированной сои. Вот она коричневая. А ферментированные продукты благоприятно сказываются на микрофлоре кишечника. Вкусно, полезно, красиво. А здоровая пища должна выглядеть красиво. Я особое внимание всегда уделяю эстетике блюда. Никаких рецептов я не смотрел. Все придумал буквально на ходу. Приятного аппетита и будьте здоровы!